Всем привет, с вами InformTV. В сериале клон Мурило Бенисио сыграл аж трех главных героев одновременно и естественно стал кумиром миллионов. Но повторить этот успех ему не удалось. Сегодня 13 июля, а актеру исполняется 49 лет, а он стал неузнаваем. Что же случилось? Родился актер в богатой семье, папа был банкиром, а мама работала педагогом. После школы парень переехал в Голливуд, но там его талант не оценили. Несколько лет он работал официантом и уборщиком, ходил в это время по кастингам. Безуспешно. Тогда он решил возвращаться в Бразилию. Здесь его типаж понравился многим режиссерам. После сериала «Во имя любви» его заметили и начали звать в многомиллионные проекты. Безусловно, такой красавчик пользовался популярностью у женщин. Первого сына Антонио ему родила актриса Алессандра Негрини. Когда мальчику было два года, отец ушел из семьи к любовнице Каролине Феррас. Роман с Каролиной длился долгие годы. Поклонники уже считали, что скоро пара пойдет под венец, но начались съемки в сериале «Клон». Экранная любовь с Джованной Антонелли переросла в реальную жизнь. Актер бросил Каролину от Джованна своего возлюбленного. Их пару тогда называли самой красивой в Бразилии. Их любили все. Вот только было все не так гладко, как казалось. Девушка часто устраивала скандалы и истерила. Так рассказывал Мурилу. А вот у Джованны была другая версия. Оказалось, что парень совсем не готов был к семейной жизни. Не спас брак и сын Пьетро, рожденный в 2005 году. Вскоре они развелись и далее последовали скандалы. И как раз в этот период карьера актера пошла ко дну. Были несколько ролей в проходных сериалах и все. Вскоре был роман с Деброй Фалабеллой, которая в «Клоне» играла его дочь. А в прошлом году актер познакомился со сценаристом Мануэлой Диас, которую теперь называет своей музой, будто и не было тех семи лет жизни с Деброй. Сейчас Мурилу живет со своим старшим сыном Антонио, который захотел тоже стать актером. Парень поселился в подвале у своего отца. Но больше всего поклонников удивляет уже не это, а внешность артиста. Он сильно изменился за последние несколько лет, прибавил в весе, появились седые волосы и он совершенно перестал следить за собой. В общем, выглядит уставшим и обрюзгшим. Давно не похож на секс-символа. Он уже не дает интервью, не ведет соцсетей и не выходит в свет. Видимо, новая муза не дает ему необходимого вдохновения. Что ж, надеемся, он найдет себе силы и все-таки вернется на экраны и займется собой. Если вам нравился сериал «Клон», ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok